Может ли российская власть обеспечить вашу безопасность? Старается, все равно защищает нас. Все равно проверки проверяют, и на вокзалах сейчас тяжело с сумками войти. Старается. Так как обеспечивают наши, намного сильнее, чем в других странах. Неделю назад я пытался вызвать милицию, когда была ссора у нас во дворе. Они приехали через минут 20-30. Это очень просто. В принципе, люди могли убить себя, да и все. Поэтому я считаю, что так как силовая структура принадлежит власти, значит она не может обеспечить мою безопасность. Я думаю, она ее и обеспечивает, учитывая, что наша страна находится сейчас, так сказать, под давлением очень многих стран вокруг. Я думаю, если бы наша власть не обеспечивала бы нам безопасность, теракты были бы, наверное, каждый день. В относительном смысле я себя чувствую безопасностью. Но это не благодаря власти. Власть к безопасности отношений никакого не имеет. Власть – это и есть опасность. В нашей стране. Конечно, в свете последних событий, да, возникают всякие опасения и сомнения, но я надеюсь, что все сделает для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Сможет, закрутит гайки какие-нибудь и сможет, поставит детекторы металловые, выпустить много милиционеров и сможет. Ну, в ущерб нашей с вами свободы, да, какой-то личный, то смогут. Не знаю, никто меня само и не может обеспечить. Никто не чувствует в этом мире безопасность, но чувствую, что при идее может. Ну, они стараются этим заниматься, принимают разные законы. И вот даже сейчас мы видим, что усилили наряды полиции. Даже если вы нагоните миллион полицейских, мне кажется, все равно это... Если человек захочет пронести что-то, он под любым видом, под видом бомжа, потом можно же его купить. Защищая свою безопасность, может только лишь человек, который уверен не только в состоятельности правительства, но и уверен в том, что это правительство способно защитить его жизнь. Если ты уверен в том, что это правительство ценит твою жизнь. Поэтому на данный отрезок времени, в котором мы сейчас живем, я больше всего надеюсь на самого себя.